Бомбёжки, потеря близких, голод, блокада. Кажется, пережить всё это маленькому ребёнку не под силу. Но тогда, в 41-м, война не спросила разрешения. Страшной бедой она ворвалась в жизнь трёхлетней девочки Галины. Тогда вместе с семьёй она жила в Ленинграде. У нас была большая семья. Отца тут же взяли на фронт. Вот он воевал на Ленинградском фронте. Даже какое-то время общался с нами, потом, конечно, нет. Но его очень быстро убили. Потому что была такая страшная война. Тем более Ленинград его же хотели захватить. Хотели из нас... Да и всё, нас уничтожить и повселиться в этом городе красивом, замечательном. Это город моей юности. Затем умирает от голода брат. Мама, измождённая и обессиленная, попадает в больницу. Галину определяют в детский дом. В детском доме я была, пока выживала моя мама в больнице. Потом маму выписали и нас эвакуировали. Вот так, знаете, в поезда сажали и увозили. 872 дня длилась блокада Ленинграда. 611 дней город находился под артобстрелами. 97% населения города скончались от страшного голода. При первой возможности Галина с мамой эвакуировалась в Рязань. Мы приехали к ним в Рязанскую область. И вот я помню, во-первых, помню, это моя до сих пор незабываемое впечатление. Это когда можно что-то есть. Это вдруг всё есть. Что-то можно. Вот. И мама за счёт больницы, она выжила. Выжила. И мы с ней там какой-то срок были. Потом, конечно, вернулись в Ленинград, когда уже можно было. Когда уже разрешали въезд. Несмотря на пережитое горе, родной город навсегда остался в памяти, как самый красивый и родной. Там прошла юность. Там Галина получила образование, профессию, встретила любовь. Тогда мы все жили одинаково. Я не скажу, что плохо. Трудно. Трудно. Тут оклад жизни, что ли. Послевоенный. Мы были счастливыми, что не стреляют. Что живы те, кто вернулся. В этом уже было счастье. И для счастья действительно многого не надо, уверена Галина Николаевна. Рядом два сына, шесть внуков, правнуки. О детских ужасах блокадного Ленинграда вспоминать не любит. Ценит каждый день и благодарит за победу и мирное небо над головой. Полина Бахова, Илья Павлов, телекомпания Одинцова.